Шаббат шалом Что происходит вообще? Аллилуйя! Мы же с вами Божий народ, аминь? И мы уже, ну, автоматически мы благословлены, по умолчанию. Потому что мы не можем быть вне благословения, если мы Божий народ, аминь? Но есть одна такая важная черта, что мы же не просто для себя Божий народ. Мы же для всех Божий народ. Потому что Господь определил для нас, и кто следит за недельными чтениями Торы, определил для нас, как для народа, как для Израиля определенную роль. Он сказал Аврааму, что потомки твои будут благословением для всех народов. И написано, да, что благословляющих Израиль Бог благословит. Аминь. И давайте, вот я очень хочу сейчас, ну, я и так благословен настолько, что я не знаю, как стоять, вот, чтобы не двигаться. Потому что невозможно. Божья слава, она реально здесь. Но давайте мы помолимся за Израиль, чтобы еще больше быть благословенными. Ведь мы верим в это. И не просто верим, мы знаем это. Потому что наша жизнь, она от этого, ну, она в этом заключена. Что от молитвы, от служения Божьему народу мы процветаем. Как вот те пальмы, посаженные у вод. Аминь. Господь наш. Мы благословляем Твое святое имя. Боже, царь Израилев, Ишуа, царь Иудейский, мы благословляем Твое святое имя, Господь. И превозносим Тебя, Боже, в этот шаббат. Благословляем, Боже, наших братьев, Господь. Мы сейчас, Боже, как община Твоя, как мессианская синагога, мы благословляем, Господь, всех евреев, живущих в этом городе, Господи. Мы благословляем весь Твой физический Израиль, Боже, который Ты рассеял по всему лицу земли. Благословляем их на то, чтобы их сердца в этот шаббат, они были открыты для Твоего руаха, Господь. Боже, мы знаем, Господь, от чего зависит судьба всего человечества. Мы знаем, от чего зависит Твое возвращение, Ишуа. И мы благословляем сейчас, Господь, чтобы каждое еврейское сердце, оно, Господь, воскликнуло, чтобы каждые уста они произнесли Баруха Бабишем Адунай. Боже, мы благословляем сейчас, Господь, каждую ортодоксальную синагогу, Боже, по всему лицу земли, в городе Одессе, там, где Ты, Господь, созидаешь дома молитвы. Боже, мы благословляем их и просим Тебя, Ишуа. Ты по обыкновению, вернувшись на родину, Ты по обыкновению пошел в синагогу, Господь. И мы просим сейчас, Ишуа, пожалуйста, посети каждую синагогу по обыкновению, Господь. И пусть Твоя Тора, Господь, которая звучит там, пусть Твои молитвы, Боже, они, Господь, сокрушают всякое неверие, Боже. И пусть, Господь, еврейский народ, он пробуждается от духовной дремоты, Господь. Пусть духовный талис, он будет снят, Господь, с лица каждого ортодоксального раввина, Боже. И пусть Твое живое слово, оно действует, действует в народе Твоем для пробуждения, потому что мы ожидаем Тебя, Ишуа. И мы говорим, гряди вскоре, Господь. И мы знаем, от чего это зависит, и мы благодарны Тебе за возможность и участие служить Твоим, Господь, избранным, Боже, и быть частью этого избранного народу. Бишей Мишуа, Гамашия, Хамэн. Аллилуйя. Вот. Хочется сказать, шаббат шалом. И все, в принципе, вот честно. Большая честь не просто быть здесь, большая честь быть выпускником МГБА, большая честь быть частью общины, большая честь быть телом, членом тела Господня. И я с этим вас всех поздравляю. Поздравляю вас с праздником большим. Вы же знаете, что сегодня самый большой праздник, который может быть. Но это Писание говорит, это же не мы придумываем. Поэтому поздравляю вас от чистого сердца. И большой привет вам, Соличевска, от еврейской общины нашего города. И, знаете, я вот сидел сейчас и знал, что меня сейчас позовут. И какой-то вот трепет, это само собой, переживание само собой. Мы как люди, мы переживаем, но мы же уповаем на Божью силу и мудрость. Но вот я для себя, знаете, что понял? Я вот знал, что меня сейчас Раби Александр пригласит, и я буду очень переживать, вот очень прямо. И я почему-то себя представил, как вот актер, который получает Оскар. Для актера, Оскар это самая вообще, да, большая награда в его карьере. Но мы же тоже, когда приходим в Божье собрание, мы уже, опять же, по умолчанию мы получаем эту награду. И этот трепет небес, он сходит на нас. И это так прекрасно, это просто замечательно. А особенно в Шаббат. Представляете, в Шаббат Божий, в покой Божий мы имеем вход. Вот, ух, Шаббат Шалом. Слава Богу, за вас, за нас и за Бога. Мне так нравится, я раньше не слышал этой фразы, но мне так понравилась эта фраза. Если бы не Бог, то не дай Бог. Вот, это сила вообще. Если вы не против, я помолюсь еще за себя. Господь, мы благодарим Тебя за Твое живое слово. Благодарим, Господь, и просим, чтобы каждое Божие, каждое слово из Твоего Священного Писания, оно производило действие в нашем Духе, Господь. Боже, говори к нам из Своего Слова, Боже, из Твоей Торы, из Нового Завета, Господь. Говори к нам, Боже, от Твоего Духа Святого. Мы просим, чтобы, Господь, Твое живое и действенное Слово, оно действовало на разделение, Господь, как Ты это заповедал, Боже. Спасибо Тебе, что мы сегодня имеем привилегию, Господь, учиться и быть учениками самого Господа Ишуа. Спасибо за Твой руах, который напоминает нам о том учении. И мы просим сейчас, Господь, научай нас, Боже, во имя Ишуа. Пусть, Боже, это время не пройдет даром, Господь. Аминь. Аллилуйя. Ну, знаете, в принципе, все хорошо. Ведь. Уже можно даже сказать аминь. И все, но не хочется, потому что Господь, вот честно, Он сильно благословил меня, и я надеюсь, что это будет благословением для кого-то через то, как Он дал мне это Слово. И хочется поговорить о, я думаю, вы догадываетесь о чем, о Библии. Мы поговорим о Божьем Слове и из Божьего Слова. И мы с вами знаем, что все Писание, как, в принципе, от первого абзаца Боретшит и заканчивая последним словом, точкой в Откровении Иоанна, оно написано для нас. Аминь. Ведь, по большому счету, Библия, она не написана для всех. Она написана для людей, которые знают Бога. Особенно Новый Завет, мы с вами встречаем там такие строки, да, что, допустим, апостол Петр, он пишет, что «Пришельцам, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, в Вифинии, избранным по предвидению Бога Отца». И так далее. Ученики Господа, те авторы посланий Нового Завета, они всегда обращают свои послания к конкретным людям. Это не взагали. А конкретным людям. И дальше, допустим, Иуда, он пишет, «Иуда, раб Ишуа Мессии, брат Якова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Ишуа Мессией». Мы знаем, что Павел также обращает, конкретно направляет свои послания, допустим, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, общине Божией, находящейся в Коринфе, находящимся в Ефесе, святым и верным в Ишуа Мессии. Также Иаков, он поддерживает эту тенденцию и направляет свое послание конкретным людям. Он пишет, «Иаков, раб Бога и Господа Ишуа Мащеха, двенадцатикленам находящимся в рассеянии, радоваться». То есть, другими словами, весь свод писаний Танаха и Нового Завета, он адресован верующим людям. Людям, которые поверили в Бога Авраама, Исаака и Якова, в Бога Израилева. Согласны вы со мной? То есть, он направлен конкретно к нам. Ведь мы здесь собраны как раз вот те самые люди, исповедующие и верующие в Бога Авраама, Исаака и Якова. Аминь. И вот это послание, оно написано для нас с вами. И приятно, да, вот как мы прочитали из послания Якова, когда он говорит о том, что радоваться, легко удается радоваться после того, как мы осознаем, что написано же всем находящимся призванным святым. Написано святым и верным, призванным. То есть, мы понимаем свою ценность в глазах Бога. И нам так сразу становится хорошо. Мы понимаем, какие мы молодцы. И так легко сразу сказать, Яков, мы согласны с тобой. Аминь. Мы радуемся, несмотря на то, что мы в рассеянии. Но есть такой момент небольшой, что всегда, как говорят, палка двух концов или монеты имеет две стороны. И вот Писание, оно очень часто говорит нам как раз-таки об обратной стороне нашей с вами жизни. И если мы вернемся к посланию Якова, это четвертая глава послания Якова, где Яков обращается к нам, и он спрашивает, откуда у вас вражды и распри. То есть, только что мы с вами прочитали, что мы же такие вроде бы пушистые, хорошие, святые, призванные, избранные. Мы молодцы. Но Яков продолжает, откуда у вас вражды и распри. Он не спрашивает, есть ли они у вас, ребята. Он утверждает наличие чего-то не совсем того, что подобает для призванных и святых. Согласны со мной? И если мы продолжим чтение ниже, то это вообще, как говорится, знаете, уберите детей от экрана. Потому что четвертый стих, четвертой главы послания Якова, он говорит, ну, не совсем сразу удобные вещи для нас. А учитывая, что мы же радуемся сейчас, мы же призванные, мы же святые, но нет, на секундочку. И Яков говорит, прелюбодей и прелюбодейницы. И восклицательный знак стоит. И кому это он говорит? Он же не говорит это верующим. Мы же прочитали, кому написано, да, все Писание. Мы прочитали, кому конкретно это послание адресовано. Мы понимаем, что это к нам. И становится непонятно до конца, почему. Только что же все было хорошо, буквально, ну, три главы назад или вперед. Но Яков конкретно указывает на то, что присуща нам, верующим, не совсем положительная черта. И немного другой перевод, он переводит этот стих, как написано, неверные жены. И, как мы уже сказали, становится не по себе. Ну, да, осознавая всю избранность Богом, осознавая все Его желание быть посреди нас и все, все равно Господь через помазанников своих, Он говорит нам о том, что нет, подождите. Есть какие-то отрицательные черты у вас. И этот термин, он появляется не только в Новом Завете. Если мы обратимся к Писанию Танаха и, в принципе, все Священное Писание, оно неоднократно знакомит нас с тем, как Бог обращается к народу Израиля, к своему народу, обращая их внимание, что они ведут себя, как прелюбодеи. Сам Ишуа, он обращался к своим современникам и говорил, вы род прелюбодейный и лукавый. То есть, он, наверное, не имел в виду что-то конкретное, что принято считать, и мы потом с вами об этом поговорим. Но есть в Писании принцип того, что наши отношения с Богом, как народа, как Его детей, они описаны как отношения супружеские. И это неоднократно встречается. И в Новом Завете также, это второе послание к Коринфянам, если мы откроем, мы увидим, что Равшауль, апостол Павел, он говорит о том же. И он говорит, что, ибо я, секундочку, 11-2, вот, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Мессии чистой Девою. Мы понимаем, что принцип супружеских отношений, он заложен во всем Писании. И мы же с вами ждем чего-то такого особенного и конкретного все. Мы же с вами знаем, кто наш жених, аминь. И мы как невеста, мы хотим быть готовы и, наконец-таки, совершить этот брачный пир, эту хупу. И попраздновать вместе нашу свадьбу с Ешуа, как с женихом. Но давайте вернемся к тому, что мы только что немного огорчились тем, что для этого надо, как минимум, не быть теми прелюбодеями. Потому что что-то в этом есть. Раз Яков так обращается к нам, к избранным и святым, что-то в этом заложено. И супружеские отношения, я думаю, кто из вас особенно состоит в них, вы понимаете, о чем я, хотя я в них не состою, но почему-то я решился вот судить. Ну, не судить, а рассуждать о них. Но это такие вещи, которые понятны нам всем. И мы понимаем, что супружеские отношения – это завет. Аминь. И мы носим, ну, не мы, вы, кольца, как знак завета. И этот завет, он несет в себе определенные правила. Правильно? Ну, вот, женатые и замужние, братья и сестры, поддержите меня вот тут. Несут определенные правила, обязанности даже. Не просто правила, которые, ну, есть себе да и есть. А конкретные условия этого завета. И можно сказать, что если один из супругов берется нарушать вот эти установленные заветом правила, это считается, вот то, о чем мы прочитали, как Яков обращается, вы неверные жены или вы неверные мужья. Вы согласны со мной, да? Но, к сожалению, или, ну, скорее, к сожалению, потому что, ну, современный мир, он не согласился бы с нами. Потому что современный мир, он зачастую конкретно трактует понятие прелюбодеяния как интимные нарушения каких-то постановлений супругов. То есть, сходил налево или направо, там, кто куда, там, где-то у них ходит. Вот они считают, что прелюбодеяние конкретно касается именно сексуальных отношений. И библейские словари, и простые, ну, словари, которые есть, они все трактуют это слово, связывая его с интимной изменой. Но мы же понимаем, что Яков не имел этого в виду. Мы же не можем иметь, вот, мы лично, или каждый из нас лично, интимно изменить Богу, чтобы получить вот этот вот ярлычок прелюбодеей. И мы понимаем, что что-то большее сокрыто вот в этом понятии. То есть, как мы только что с вами, ну, да, поняли, что вот этот супружеский завет, имея вот эти множество правил, множество обязанностей, как и наш завет с Богом, мы же состоим в завете с Богом. Прекрасно, это с этим тоже можно поздравить всех нас, потому что это важно, это самый важный завет, который может быть вообще. И вот этот завет, он так же само несет в себе ряд обязанностей с нашей стороны, ряд условий, ряд правил, которые мы должны соблюдать, и которые Бог соблюдает, потому что Он заключил с нами этот завет, и этот завет вечный. И если мы будем его рассматривать на примере вот формы супружеских отношений, то мы понимаем, что не всегда лишь интимная какая-то связь на стороне, она считается прелюбодеянием. Что мы скажем, если, да, или вот, если разобрать конкретно семейные отношения, если ваш супруг или супруга начинают просто интересоваться каким-то другим женихом, каким-то другим господином, не доводя дело до крайности интимной измены, мы понимаем, что это тоже идет нарушение того завета, в котором вы состоите, правильно? И это идет так же само и в наших отношениях с Богом. То есть Господь и Яков конкретно вот в этом послании, он не говорит нам о том, что мы изменили Богу там где-то на стороне своими сексуальными отношениями, ни в коем случае, может, мы не можем этого сделать. Но конкретно указывает это понятие на то, что любое нарушение тех установленных между нами с Богом согласий или правил, или обязанностей, оно вполне может называться прелюбодеянием. Поэтому мы с вами можем, да, если хотелось бы сначала, когда читаешь этот стих, то сразу сказать, ну нет, ну это не про меня, ну как это, ну не может быть, я же не прелюбодейник, не прелюбодейница, я же, нет, я же никого не ограбил, не убил. Если брать конкретный завет с Богом, и мы знаем, что чаще всего это относится, вот все считают, что если ты исполняешь 10 заповедей, записанных в исходе, то ты не можешь нарушать Божий закон. Вот если ты никого не убил, если ты никого не ограбил, и соседа, и того любишь, и не завидуешь ему, молодец. Но мы понимаем, что нет, есть гораздо больше. Есть гораздо больше того, что сокрыто в Писании, о чем говорит сам Господь через своих помазанников, что мы призваны к чему-то большему, чем вот эти десятисловия. Десятисловия, что наши отношения с Ним, они требуют от нас большего, и то, о чем говорил брат, большего послушания этому завету. Не просто потому, что мы так захотели, а потому, что это условия Божьего завета. И если мы начинаем где-то ходить в сторону, не заходя в крайности, мы уже изменяем этому завету. И Писание нам говорит, что мы прелюбодеи и прелюбодейницы, к сожалению. Я прошу прощения, кого это задевает, но это Писание говорит, это не я придумал. И оно говорит это точно так же мне, шокируя иногда, потому что хотелось бы вот святые избранные радоваться и точка. Аминь. И как бы и слава Богу. И ждать брачного пира. Но мы понимаем, чтобы дождаться его, надо что-то делать над собой. И давайте вернемся в Писание и поймем, что же имеет в виду конкретно Яков, конкретно Господь, Божий Дух, когда дает нам вот это вот обличение. И в четвертая глава послания Якова написано, прелюбодеи и прелюбодейницы. И дальше Яков объясняет нам, почему. Он говорит нам, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. То есть он дает нам четко понять, что не обязательно, чтобы вы были в крайности где-то конкретного смертельного греха. Да, достаточно, чтобы вы просто дружили с миром. Достаточно того, что дружба с миром, она ведет нас к тому, что мы идем на компромисс. Потому что, да, у всех нас есть друзья. У вас у всех есть друзья. О, аллилуйя. Ну, как минимум один так точно есть. И мы знаем, да, что принцип дружбы, он несет в себе, опять же, это какое-то, это отношение заветнее, можно так сказать, и они несут в себе какие-то определенные черты. Мы знаем, что друзья, они всегда идут друг другу навстречу, да. Друзья поддерживают друг друга. Что дружба, это всегда компромисс. Потому что мы не всегда соглашаемся с другом, но так как ты мой друг, я сделаю, как ты просишь. Или сделаю, как ты хочешь. И то, опять же, да, что Писание говорит, что дружба с миром – вражда против Бога. Почему? Именно потому, что когда мы начинаем дружить с миром, мы начинаем идти на компромисс с миром. Мы начинаем порой поддерживать мир в его понятиях, забывая о том, что у Бога немного другой взгляд на это все. И именно потому, что дружба с миром, она приводит вот к этой крайности, которая уже, ну, это страшно, чтобы, вот как написано, тот становится врагом Бога. Врагом Бога быть – это, я не знаю, и врагу не пожелаешь. Но это же творец, это же всесильный Бог. И, казалось бы, какая-то мелочь, ну, дружу я с миром, ну, так хорошо, ну, что, мы живем все в миру, мы живем на земле, в Одессе, в Ильичевске, живем в тех домах, где мы есть. Мы дружим с миром? Можно сказать, да. Но если мы, знаете, поразмышляем над этим понятием, мы поймем, что мир вот этими вот своими принципами, на которые нас подговаривает, он ведет к тому, он как бы, вот это вот, его, знаете, такая отрицательная черта, что он уговаривает нас. И мы знаем, что, да, Писание говорит, что Сатан, он есть князь мира. Это, ну, написано в слове, и мы понимаем, что если мы потеряем вот эту грань правильной дружбы с миром, то мы, можно сказать, можем рисковать тем, что станем другом, врагу душ человеческих. И, наверное, поэтому мы станем противником Богу. Потому что, ну, иначе никак есть, не можешь ты служить двум Господам. И он, знаете, этот мир, он нас уговаривает. Он говорит, да, все хорошо, ты верующий, ты же святой, избранный, радуйся. Бог есть, вон мы на бигбордах будем писать какие-то хорошие слова, вон мы еще что-то. Только зачем ты так фанатично к этому относишься? Он говорит, ну, что ты, ну, не переигрывай. Знаете, он говорит, ну, он есть, он есть у тебя в сердце, этого достаточно, чтобы нормально себя чувствовать. Ходи себе, там, раз в неделю в общину, все видят, что ты святой, избранный, радуешься, и нормально все, и все будет у тебя хорошо. Зачем ты фанатично относишься вот к этому понятию? Верь Богу, дружи с Богом. Ведь можно проще быть. Допустим, возьми, пропусти шаббат. Там такая выставка котят отличная на морозокзале. Они же, ну, ты представляешь, какие они там все. Ну, это к сестрам, наверное, больше. Ну, сейчас и братья попадаются, наверное, такие. Не дай Бог, конечно. Что вот мы идем на компромисс с миром. Мы ведемся вот на этот уговор. Мы говорим, слушай, действительно, ну, я же, ну, сколько я уже, пять лет, я хожу каждую субботу в общину. Ну, сколько можно? Как бы, если я пропущу один раз, может, котята-то, они вырастут, потом они такие будут? Или уедет выставка? Или бабочки разлетятся, погибнут? Ну, все-таки пропущу. Ну, ничего страшного. За меня там помолятся. Позвоню, попрошу, чтобы за меня помолились. Я в духе буду с ними. Знаете, как вот это вот, есть вот эта тяга такая. Я в духе с ней. Я с вами, братья, в духе. Или вообще, слава Богу за то, что у нас есть с вами сейчас такое благословение, вот эти онлайн-трансляции и все остальное. Но опять же мы знаем, что сатан, он кто? Он отец лжи. И он берет хорошее, то, что дает, ну, то, что есть в мире. И пытается нам, как-то нас уговорить, да не ходи ты к ним. Сел дома, в халате, проснулся в 11 часов, включил, кофе взял и все. И ты верующий. Ну, все отлично. А потом еще успел на выставку. И все как бы нормально. И мы часто идя на этот компромисс, потому что мы же думаем, ну, дружба, дружба это же хорошее понятие. И мы как бы, ну, ладно, ну, хорошо. И мы идем. И знаете, но этот компромисс ведет к пагубным последствиям. Всегда. Потому что, как мы прочитали, дружба с миром, она может превратиться в дружбу с князем мира. И это уже плохо. И знаете, есть хороший такой, в традиционных еврейских текстах есть очень сильный принцип, который, ну, для меня, когда я, знаете, с ним столкнулся, он для меня как-то так, ну, он застолбился в моем разуме, сердце. Не написано, это талмудическое изречение, но оно очень-очень подходит к нам. И вот к тому, о чем мы говорим. Написано, спеши исполнить заповедь, которая представляется тебе второстепенной. И стремись отделиться от всего, что может подтолкнуть тебя к проступку. Ибо исполнение одной заповеди влечет за собой исполнение другой. А проступок влечет за собой проступок. Я смело говорю, когда вот с этим, ну, я соглашаюсь с этим, я говорю себе аминь. Потому что это тот компромисс, о котором мы с вами только что поговорили. Что я начну пропускать шаббат вроде бы по хорошим каким-то своим причинам, но не тем причинам, которые должны препятствовать посещению шаббату. Жив, поднимайся на ноги и вперед. Знаете, как есть такие мотивационные для спортсменов, когда причина пропустить тренировку. Одна только, если ты умер, все. Вот другой причины нет. Мы должны руководствоваться подобными принципами, потому что здесь же мы черпаем свое вдохновение, свои силы. Здесь в собрании, здесь в Боге, здесь в Его шаббате. И это не то же самое, что сидеть дома в онлайн-трансляции. Когда есть причины не пропустить, то это благословение нам. Но если мы это делаем вот тем компромиссом с миром, когда мы говорим, что нам не нужны братья и сестры, нам не нужны никакие наставники. Они же все равно со мной не согласятся. Я же умнее, чем они все. То становится вот этот вот, работает вот этот принцип, что один проступок наш, он влечет за собой другой. Он влечет за собой еще один, еще один. И это, знаете, прогрессия всегда, потому что оно не может всегда быть мелочью. Это не может быть всегда субботнее посещение выставки котят. Это всегда, знаете, как ком вот этот вот снежный, оно иссякается, оно растет. И проблем становится больше. И мы видим, что мы от компромиссов с миром начинаем, уже мы становимся на пороге вот этого вот, то, что мы прочитали, становиться врагом Богу. И становится тогда все по-другому. И это касается всех нас. Извините, конечно, но это касается всех нас. Потому что у каждого из нас были, у меня были компромиссы с Богом, ну, с миром, извиняюсь. Вот они иногда происходят, мы не осознаем, они происходят, но Господь же дает мудрость, чтобы мы поняли, чтобы если этот компромисс произошел, ты не должен дальше идти. Потому что один проступок влечет за собой другой. Сосредоточься на том, чтобы исполнить одну заповедь. Пусть самую маленькую. Помолись за кого-то. И ты увидишь, как после этой молитвы, ты исполняешь Божью заповедь, ты молишься. Потому что Он сказал всегда пребывать в молитве, да, как мы сегодня об этом уже говорили. Или какие-то мелкие. Мы видим, как после этого у нас появляется вдохновение исполнять что-то большее. У нас появляется радость, у нас появляется вот тот бодрый дух о том, о чем говорит нам Писание. И как часто вот то, что это касается, ну это проблема, которая, знаете, касается всех нас. И одна еще из причин, которые влекут вот эту проблему в нашей жизни. Потому что иногда, когда мы идем на один компромисс, мы начинаем на мир смотреть по-другому. Он нам кажется более радужным. Он кажется перспективнее. Что я в субботу могу пойти заработать денег. Потому что там... А есть сферы деятельности, которые в субботу в два раза больше можно заработать. Или там пропустить молитвенное, чтобы, не знаю, знаете, вот этот компромисс у каждого свой. Мир и лжец, он всегда находит, как тебе подсунуть что-то так сладенько, чтобы ты даже не заметил. И мы, идя вот на этот вот компромисс, когда мы видим мир более ярким, мы забываем о том, что наша задача угождать не дружбе с миром, а дружбе с Богом. Потому что, да, Ищуа сказал, больше не называю вас рабами, я называю вас друзья. И у нас с ним тоже дружба. Мало того, что мы состоим с ним в брачном завете, мы стоим с ним в настолько близких отношениях, и это узаконенные отношения его законодательством. И он един законодатель и судья, и он только может это расторгнуть. А мы можем только по неверию это расторгнуть. И он может смело говорить нам, вы прелюбодеи и прелюбодейницы, потому что мы выбираем порой компромисс с миром. И также Ищуа говорит нам о том же, что когда мы, да, то, что мы прочитали только что из традиционных писаний, что проступок влечет от собой проступок. Ищуа, он конкретно это все свел к тому, что нарушающий одну заповедь нарушает весь закон. Ты пошел на компромисс с миром, ты сделал что-то в угоду миру, ты поддался, ты был слаб, неважно оправданий. Если ты нарушил, ты нарушил весь закон, и ты прелюбодейник. Ты изменщик. Ты тот, кто нарушил завет с Богом. Но, всегда же в Писании, когда особенно касается отрицательных моментов, есть но, Божье но, да, когда он говорит но. И дальше есть выход из всего этого. Аминь. Ведь Бог, он не Бог тупика какого-то. Вот если ты попал туда, если ты подружился с миром, если ты пошел на компромисс, и все, извини. Как бы, ну, это был твой выбор, и мы ничего с этим поделать не можем. Это был наш выбор, да. Но Бог всегда дает выход из этих проблем. И этот выход, он существует, существовал и будет существовать только по причине того, что Бог, он верен, и Бог, он вечен. За что ему слава большая. И есть ответ на конкретно вот этот вопрос. Что же делать, если наши отношения с миром стали вот теми компромиссами, и, не дай Бог, мы уже стоим на пороге. А еще хуже, если мы переступили этот порог, и мы начали уже враждовать против Бога, того не замечая или замечая, выбирая дружбу с миром. Я сам не знал раньше этого ответа на этот вопрос, но, слава Богу, узнал. И, ну, все просто. Надо просто ниже читать, потому что мы же верим, но я верю, что все Писание Бога духовное. Аминь. И я, знаете, еще во что верю, что последовательность Писаний, она тоже как-то вот Бог это определил. То есть не зря вот этот стих написан тут. Мы знаем, да, что там в первоисточниках там было немного другое разделение, но, тем не менее, оно все как-то, есть определенное повествование. И давайте мы вернемся конкретно к Писанию и попробуем с вами разобраться, что же делать, если... А я еще раз вам напомню, это касается всех нас. Потому что написано в Библии, что всем и немало что. Поэтому это касается меня, это касается каждого из вас, это касается всех наших братьев и сестер. Но есть всегда выход. И четвертая глава, опять же, и продолжение. С седьмого стиха. Знаете, я вот когда читал это, и когда Господь мне вот проговорил вот в этом месте Писания, я это увидел вот как, знаете, формулу такую. Я сам там не математик, не физик, ничего, но вот я увидел какую-то вот, как на доске нарисована формула, что если вот это плюс вот это, потом на то разделить, так вот умножить, результат вот такой. И меня это ободрило. И очень сильно. И вот давайте вместе с вами прочтем эту формулу, и потом немного с ней разберемся. Итак, седьмого стиха. И Яков говорит, «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизиться к вам». «Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Амин. Мы видим, да, что Яков продолжает нам описывать, что если ты в проблеме, и не просто так я вас назвал, ну если так, вот, если, знаете, от лица Якова, он говорит, что «Я не просто так вам сказал, что вы прелюбодеи и прелюбоденецы, пожалуйста, вон, очистите руки, грешники». Что-то пошло не так. Но он дает нам вот этот принцип, и давайте сейчас, вот мы поразмышляем над ним, и дай Бог увидеть, что это все актуально для нас, как и в те дни, потому что Яков писал, люди, они находились в определенных обстоятельствах, и он понимал их проблемы. И начало этой формулы, оно, знаете, это как итог, ну написано «Итак, покоритесь Богу». То есть Яков, он подводит черту под нашими всеми размышлениями, мы только что сами поняли, что не так все гладко у нас, и он сам говорит, откуда у вас вражды и распри, откуда у вас отрицательные моменты в вашем общении, в вашем избрании и святости. И есть тому причины. И он говорит, что покоритесь Богу. Это первый и самый важный этап этой формулы. Формулы успеха, знаете, духовного, я не знаю, как угодно это можно назвать. Вот эта последовательность, что, во-первых, должно произойти то, что мы покоряемся Богу. Мы сокрушаемся, говорим Господь. Мы осознаем. Мы осознаем, что наш компромисс с миром привел к тому, что ты можешь вправе назвать меня прелюбодеем. Господь, я осознаю это. Я покоряюсь Тебе. Я покоряюсь, потому что я не хочу своего, ну, своей воли. Я покоряюсь Тебе, как Творцу, у которого есть вся власть и все полномочия. И после этого начинается активная часть того, что мы должны далее предпринять. Потому что мы сами все знаем, и то, о чем, опять же, говорил брат в комментарии, что мало просто сказать. Надо делать. И сегодня, я считаю, как никогда раньше актуально вот это делание. Потому что сегодня, опять же, мир, он так это все нам ярко приукрасил, что хватает онлайн-трансляции и онлайн-пожертвований вообще. И все будет у тебя в порядке. И как, знаете, чтобы еще не прогадать, то можешь в разной церкви все это делать. Ну, сразу три трансляции смотреть. Утром, днем и вечером разных там проповедников слушать. Чтобы не прогадать. Или как, ну, если вы помните, тоже наш преподаватель, любимый Дмитрий Юткевич, он рассказывал такую историю, что человек приносит пожертвования в православную церковь, в синагогу и в мечеть. И у него спрашивают, а как это? Он говорит, ну, мало ли, кто-то из них все равно будет прав. Чтобы не прогадать. Кто-то из них будет, если прав, я угадаю. И мы вот видим, что покоряясь Господу, мы делаем первый шаг. И дальше начинается практическое действие. Написано очень важная вещь, которую мы с вами должны себе запомнить. И это, опять же, это не наша воля, не наша природа, не наше желание. Написано, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Аминь. Это Божье, это Божий принцип. От нас зависит только противостать дьяволу. Противостать врагу и всем тем принципам, которые мы уже приняли для себя, всем тем компромиссам и всей той лжи. И мы можем быть уверены, что ободряет нас из Писания, мы можем быть уверены, что это совершится. Мы не делаем это в надежде, что мы противостоим, и может быть, если повезет, в зависимости от того, как далеко мы зашли, ну, и разные там причины и следствия, может быть, враг побежит. Нет. Это ложь. Написано, противостоишь дьяволу, и он бежит. И тому есть причина, опять же, не нашей природы. Мы знаем, что Ишуа пришел для одной, одна из его целей, да, чтобы осудить дела дьявола. И дьявол, он осужден, он побежден голговским подвигом нашего Мессии. И мы имеем вот эту победу. Мы с вами победители, потому что мы стоим в победе Ишуа. И мы знаем, что мы противостоим, неважно, как велика эта проблема. Мы знаем, что вера с горчичное зерно может свергать горы. И в Божьем присутствии таят любые горы. Горы проблем, горы болезней. Может, это все приходит не от Бога же. Мы знаем, что часто вот эти компромиссы, они где-то и заводят нас вот в эти горы проблем. Но, как мы прочли с вами, противостань и убежит. Давайте следовать дальше по формуле нашего духовного успеха. Это уже восьмой стих и написано «приблизьтесь, приблизьтесь к Богу». То есть, каким образом? То есть, вот как, да, давайте вернемся к супружеским отношениям. Вот вы семья, ну, мы семья, я семья, вот я будущий муж, дай Бог. Вот я поссорился с женой. Или вы, кто уже знает это. Вы поссорились, вы где-то друг к другу, вы нарушили тот завет в каких-то мелочах, может быть, в компромиссах, и обиделись друг на друга. Да? Каким образом вы идете на вот это, как написано, «приблизьтесь к Богу»? Есть конкретные шаги, ну, это может быть кому-то казаться мелочно, но вы подходите друг к другу и начинаете разговаривать. Да? Вы начинаете один у другого просить прощения в зависимости, что произошло. Или просто друг друга поддерживать. Вы приближаетесь к Богу фактически своим, своим естеством всем. И так же вот, как мы, как сближаются люди, находясь в семейных отношениях после ссор, таким же образом мы должны приближаться к Богу. Мы знаем, что нашему Богу нравятся наши молитвы. Аминь. Не потому, что они ему нужны, они нужны кому? Они нужны нам. Но это то, как мы приближаемся к Богу. Богу нравится, когда мы изучаем Его Слово. Потому что Он законодатель, и Он хочет, чтобы мы знали, по какому закону мы должны жить. Чтобы мы могли прийти к Нему и сказать, Господь, я делаю, как Ты мне говоришь, сделай, пожалуйста, как я тебя прошу. Потому что Ты же сказал это в Своем законе. Ты же не можешь отречься от Своего Слова. Ты же не можешь сказать, слушай, я передумал. Вечное постановление Он нам дал. И мы, когда идем вот в это сближение с Богом, и происходит вот эта регенерация, знаете, мы восстанавливаемся. И которая проблема была вот только что, когда мы только противостали вроде бы врагу, это была какая-то необъятная для нас проблема. Мы думали, ничего невозможно. Все, мы, как вот, извиняюсь, если за выражение, мы в торбе. Вот все, нас так мир засосал, я не знаю, что делать. Я уже там и молился онлайн, и все пересмотрел уже там за восемь последних лет. И вот что-то не помогает. Но нет, надо следовать Божьему принципу дальше. Приблизься к Богу, начни молиться, через силу, если на то пошло, через непонимание своих молитв. Приближайся к Богу, делай эти шаги, делай шаги навстречу к своему возлюбленному. Начинай приближаться изучением слова, как мы уже сказали, да? И тем самым, я уверен, вы со мной согласитесь, приближаясь к Богу, мы отдаляемся от мира. Мало того, что если мы покорились миру настолько, что мы стали другом миру, или еще хуже, где-то другом не только миру, он уже бежит от нас, соответственно, в противоположную сторону. Я думаю, мы за ним не бежим, потому что мы начинаем приближаться в другом направлении к Господу, и проблемы становятся все дальше. Они становятся для нас все меньше, и мы понимаем, что уже пошел сдвиг, пошел процесс решения нашей, как нам казалось, может быть, торбы какой-то. И мы начинаем видеть вещи по-другому, и мы себя начинаем по-другому судить, потому что часто мы сами становимся преградой наших отношений с Богом. Мы сами часто становимся тем компромиссом с миром, потому что угождаем не ему, а как, ну, и такое бывает. Опять же, это не касается только меня, или еще, это написано в слове. Раф Шауль говорит, что то, чего хочу, не делаю. Мы часто, идя на поводу, уже не у мира, но у плоти, становимся опять же этой преградой. Но, опять же, у Бога есть всегда вот это «но». У тебя меня, мои лидеры, наставляют, чтобы я избавлялся от этой фразы, но когда духовное «но», Божье «но», оно же другое. Потому что часто в жизни мы говорим «да, сделаю, но», и мы сразу придумываем, как бы это не сделать. или что-то еще. Божье «но», оно другое. А Он говорит, если у тебя проблема, есть решение, любой проблемы. Невозможно я тебе, человеку, возможно мне, Богу. И мы знаем, что Бог по милости своей, благодати, Ишуа, Он сказал, если я не уйду, вы не получите утешителя. И Он ушел, Он совершил все до конца, и Он дал нам руах, свой Дух Святой, Которым запечатлил наше искупление, и Которым мы можем руководствуясь, жить уже не по плоти и не по правилам мира, а по духу. Аминь. И тогда мы можем смело идти дальше, потому что, знаете, формула успеха, она всегда есть, современный мир очень много пестрит вот этими всеми понятиями, семь ступеней к успеху, восемь коридоров к счастью и всего остального. То есть дальше есть всегда, нету, у Бога нету конца. Бог не говорит, вот ты сделал это, все, стоп, ра, ну, останься довольным. Нет, мы довольны, но мы довольны больше чем? Тем, что мы имеем возможность еще больше возрастать, еще больше двигаться по направлению к Богу, и соответственно, вот тот, вот эта гора проблем, которую мы сами себе создали, создали компромиссом с миром, она еще мельче становится, потому что мы идем вперед, и мы идем Божьими шагами. И написано дальше, в той же формуле, написано, очистите руки грешники. Все просто на самом деле. Это то, что касается всех нас, это то, что касается каждого человека, который приходит к познанию Бога. Простой пример, вы в огороде или там на лужайке у себя сажаете цветы, вы вот в грязь залезли, и что-то вот там поделали, и как результат ваши руки грязные. И вам надо, чтобы взять ребенка на руки или приготовить обед, очистить свои руки, чтобы делать хорошие вещи дальше, чтобы не ходить вот этим запачканным, надо сделать. Это опять же вот этот шаг, когда мы очищаем свои руки. Другими словами, мы перестаем делать то, что мы делали тогда, когда мы были в компромиссе с миром. И этот принцип, он также содержится в Писании. Это не то, что... Ну, я вот, я это четко увидел в Писании, причем во всем. Давайте мы с вами откроем, вот допустим, Исайя, первую главу. Мы знаем, что не чистота наших рук, или это как прообраз, если взять, не чистота наших действий, она приводит к тому, что мы не общаемся с Богом. Я правду говорю? И вот Исайя, первая глава, с 15 стиха написано. Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Когда вы умножаете моления ваши, я вас не слышу. И причина. Ваши руки полны крови. Ваши руки запачканы. Вы запачкались миром. И дальше Господь говорит, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь в завдову. Конкретные принципы, которые мы исполняем, мы очищаем свои руки. Запачканные грехом, запачканные компромиссом с миром. И мы видим, что сам Господь говорит, что это запачканность, это, ну, вот то, как мы становимся нечистыми, оно отделяет нас от общения с Ним. Он говорит, «Мне неинтересно». Вот мне неинтересно. И там вот прямо написано, вы молитесь, и как в потолок. Мы же заинтересованы, чтобы в небеса молиться, в распростертые небеса, в открытое сердце Отца. И вот этот принцип, который четко работает, он говорит, омойтесь, очиститесь, научитесь делать добро. Перестаньте делать зло, и научитесь делать добро. Тот же принцип использует Раф Шауль в послании к Ефесянам. Если мы с вами откроем его, это четвертая глава, как хорошо, да, когда, а, или не высвечивают. Четвертая глава, двадцать второй стих. Высвечивают. О! Слава Богу, тоже хороший подарок мира, да, который мы, ну, используем по направлению. Написано, апостол Павел говорит, отложите прежний образ жизни ветхого человека, истливающего в обольстительных похотях, и обновитесь духом ума вашего, и облекитесь в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Перестань делать то, что ты делал раньше, то, что привело к тому, что у тебя грязные руки. Сначала ты их помыл, когда ты пришел и покорился Богу. Да, вот эта вот формула, я буду повторять ее много раз. Мы начали с того, что мы покорились Богу. Мы пришли, и мы омылись. Мы омылись и сказали, Боже, мы осознаем, что мы пошли против нашего завета с Тобой. Мы противостоим проблеме, духовной проблеме, мы противостоим врагу, и он бежит от нас. Мы начинаем свое приближение к Богу своими молитвами, посещением шабатов. Мы не выбираем больше котят, утят, мы не выбираем дачу. Может быть, это кому-то неудобно звучит, но я верю Писанию, написано, помни день субботний. Это заповедь Бога, данная нам, как благословение. Это не тирания Божья, что вот, брось все, ну там, вот, забудь о семье, о работе, и приди сюда, и тут грусти. Нет, это благословение, и мы должны соблюдать его заповеди. И мы начинаем приближаться к Богу вот этими поступками. И дальше мы очищаем свои руки, продолжаем делать уже противоположное, не просто оставаясь чистыми руками, они, знаете, я сейчас вот, в последнее время часто стал замечать, у меня, ну, довольно просторная квартира, и я не могу везде так, ну, гонять сразу, чтобы гонять эту пыль, чтобы она не садилась на подоконники. То есть я убрал его, подоконник, протер, чистый, я ничего на нем не делаю, он грязный становится. То есть я помыл руки, и буду вот просто с чистыми руками помытыми стоять, а они запачкаются рано или поздно. Но если я начинаю делать обратное, перестань делать зло, и начни делать добро, тогда по-другому работает этот механизм. Вы согласны со мной? Слава Богу. И так дальше. Формула не заканчивается наша с вами. И это очень полезная формула, потому что все Писание, оно полезно для назидания, для научения. Аминь. И дальше, после того, как мы очистили руки, или не после, в процессе, мы с вами сталкиваемся с тем, что своими руками, да, мы призваны делать добро. Вот я еще поправочка, как мы только что вы... И то, о чем мы говорили в начале, когда вспоминали недельную главу про отца Авраама, Бог определил для нас определенную роль. Он не говорит, ты вот благословлен мною, тебе это вот все, вот как бы все хорошо. Нет. Наша задача, мы ведь не для себя благословлены. Понимаете, о чем я? Не для себя меня... Ну, я не свой, я Божий. И я благословение для всех. И вы для благословения для всех. И мы должны для того, чтобы быть этим благословением, с чистыми руками делать вот все, к чему мы призваны, чтобы служить другим людям. Но помимо наших рук, должны быть чистыми наши мысли и наше сердце. Аминь. Потому что, когда у тебя сердце нечистое, ну, какое-то скверное, какое-то ожесточенное, руками ты ничего не сделаешь. Ну, раз, два, потом тебе это надоест. И следующий пункт нашей формулы как раз-таки касается наших сердец. Это, опять же, восьмой стих, последняя часть стиха, где написано «Исправьте сердца двоедушные». О чем идет речь? Мы же понимаем, да? И если мы вспомним нашу с вами первую встречу с Богом, когда мы ощутили Его реальную любовь, что-то вот тут поменялось. Ему, представляете, вот царь всех царей, у него вся власть, он Господь господствующих. Он не заинтересован в глобальности, он все это создал. Ему надо одно маленькое место, где он хочет жить. В каждом из нас. Ему надо вот, у каждого из нас есть кулак, и мы понимаем, вот величина Его престола, в котором Он заинтересован. Если Он воссядет вот здесь, если Он займет должное место в нашем сердце, все остальное, оно пойдет, во-первых, в нашей жизни по-другому, и Ему не надо больше, Ему не надо нас там, знаете, вот, чтобы там прямо, это мы должны смириться. Перед Ним. Потому что наша гордость мешает нам, чтобы Он здесь сел. Потому что там часто, знаете, я люблю вот эту картинку старую, ну, я уверен, все ее видели, когда нарисован стул, ну, большой такой стул, трон, и там большая буква Я. А следующая картинка, там уже не я, я маленький под стулом, а там Ешуа. Вот то, к чему стремится Господь. И написано, исправьте свои сердца. Враг душ человеческих и компромисс с миром, он заинтересован в чем? Чтобы наше сердце стало жестоким. Потому что жестокое сердце, оно делает мысли жестокими, и руками ты ничего хорошего не сделаешь. Ты будешь только сеять какой-то раздор везде. Но Бог, Он заинтересован в другом. И Он говорит, опять же, в Своем слове, это пророк Езекииль, 11 глава. Всем нам известное место, в котором мы часто молимся. И это правильно, потому что это то, в чем мы нуждаемся. Мы живем в мире, и мы порой непроизвольно на какой-то компромисс таки идем. И это становится немного каким-то отрицательным моментом для сердца нашего. И Господь говорит Сам, что Он даст нам сердце единое, дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом. Аминь. Враг заинтересован, чтобы у нас здесь был камень, чтобы мы ничего не могли делать. Потому что все помыслы от сердца, от избытка сердца даже рот наш, уста наши говорят. И Господь, когда Он садится на престол нашего сердца, эта формула, она работает вся, потому что мы тогда не становимся, ну, мы тогда перестаем быть двоедушными, когда мы и там, и здесь, и тут цемент. Он забрал этот камень и сказал, я дам им сердце плотяное. И дальше, по формуле, очень такой интересный стих, и, знаете, я сильно над ним много размышлял, потому что написано, это девятый стих, это как бы продолжение нашей формулы. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш, да обратиться в плач и радость в печаль. Я поделюсь с вами, как я вижу этот стих, вот то, что Господь мне дал, знаете, понять. Когда мы к чему-то серьезно относимся, видно это по нашим действиям, да, когда мы сокрушены перед Богом, вот молитва идет, хорошо, все вроде бы замечательно, мы молимся Богу, у нас все хорошо в жизни, мы начинаем плакать, может что-то где-то внутри происходит. И вот этот стих, лично мне, он показал, что, знаете, если вот это происходит с нами, если мы следуем этим принципам всех этих четырех стихов, то мы покорились Богу, мы видим вот эти все изменения, мы начинаем за этим идти. И наше сокрушение, когда мы вместо смеха, который по идее полагается, мы же покаялись, все сразу, аллилуйя, мы сокрушаемся, мы плачем, мы рыдаем, мы говорим Боже, мы хотим исправить, потому что где-то еще мы видим, может быть, ту проблему. Это одна сторона, знаете, когда вот этот вот наш сокрушенный дух, он плачет физически, это показывает Богу наши серьезные намерения следовать Его воле, идти в дружбу с Богом. Но, что я еще увидел здесь, что, знаете, часто, ну, вернее, не часто, я думаю, всегда последствия, всегда есть последствия всему. Если, ну, мы где-то забурились, будут последствия. И, опять же, полагающийся нам смех, он превращается в плач, потому что, к сожалению, Бог здесь ни при чем. Мы наделали делов там, и, к сожалению, мы здесь должны плоды забрать свои. И часто мы не радуемся, потому что нам больно физически или духовно от того, что там произошло. Но, опять же, вот это Божье но, которое говорит нам, это будет не всегда. Если мы живем этим принципом и действуем им, то вот это вот, эти слезы, эта печаль, она временная. Потому что, это то, что должно произойти. И в Писании Бог сам подтверждает эту схему. Это откровение Иоанна. Опять же, всем нам, я уверен, известный стих, который мы ждем этого. Мы желаем этого. Мы желаем этого. Это сладостно для нас. Это 21 глава. Сам Бог говорит, что Он отрет всякую слезу с очей наших. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Аминь. И мы знаем этот принцип, он опять же, он во всем Писании заложен. Старое прошло, теперь все новое. Если мы начали этот путь с Богом, если мы отказались от дружбы с миром, если мы отказались от того, чтобы угождать Ему в противовес нашему завету с Богом, если даже это привело к каким-то не совсем хорошим и правильным последствиям, а не временные. Бог в силах все изменить. Бог в силах все исправить, чтобы наши слезы, они стали радостью. И знаете, под конец, ну в завершении, хотелось бы сказать, что последний стих нашей формулы говорит нам о том, что если до того, когда мы вот начали, где-то может быть наш компромисс с Богом, мы, вернее, я извиняюсь, не с Богом, с миром, мы почему-то начинаем насмотреть на мир по-другому. Он нам кажется более интересен, мы понимаем, что там перспективнее, но написано как заключение, знаете, и там даже точка в конце стоит. Это 10 стих той же 4 главы послания Якова. Написано, смиритесь перед Господом и вознесет вас. Это вот то, знаете, это то вот после знака равно. вот все, что ты сделал до этого, ты осознал, что у тебя есть проблемы, ты осознал, что ты где-то неправ, ты заглянул в себя, ты изменил это все простыми, практическими шагами, приближением к Господу, к противостояниям миру, с исправления своих рук, очищения рук и как результат, как вот тот результат, к которому мы стремимся, мы же хотим быть вознесены Богом и к Богу. И Он говорит, смиритесь передо мной, смиритесь перед Господом и Он вознесет это, Он совершит это, потому что Он верен своему Слову. Аминь. Он верен каждому своему Слову и если мы сегодня с вами сейчас осознаем, что где-то наша жизнь немного требует исправлений, я ободряю вас, не отчаивайтесь. Бог дает нам принципы, которыми мы можем руководствоваться для того, чтобы в результате сказать, меня вознес сам Бог. И то, что мы здесь с вами, это тоже результат, когда мы живем подобным принципом, потому что мы выбираем Божие, мы выбираем дружбу с Богом, потому что Он наш любимый жених и мы хотим быть верными Ему. И слава Богу, знайте, что после этого, как результат, все перспективы мира, они меркнут. Когда мы думаем о том, что может дать этот мир, это ничто по сравнению с тем, что дают нам небеса. Аминь. Мы же стремимся к небесам. И давайте мы будем помнить с вами об этом и руководствоваться этим. И помнить с вами о том, что мы живем в мире. Бог, Он создал нас, дал нам рождение в мир, но не для того, чтобы мир изменил нас, а для того, чтобы мы изменяли этот мир. И мы знаем хороший принцип мира, что если ты хочешь изменить весь мир, начни с кого? С самого себя. Начни с сердца, со своих рук и со своих принципов, по которым ты живешь. Уйди от компромиссов с миром, с врагом, и покорись Богу, и Он вознесет тебя. Аминь. Давайте мы с вами за это помолимся, чтобы Господь нам дал эту благодать, эту милость. Отец Небесный, спасибо Тебе, что Ты даешь нам, Боже, свои духовные формулы, Господь, свои принципы в Своем Слове, которое живое и действенное. И мы, Боже, Тебя благодарим, что всегда в нашей жизни, Боже, есть возможность уйти от любых проблем, из любых тупиков, Господь, подняться из любых ям, Боже. Я прошу Тебя сейчас для нас, Отец, как для народа Твоего, как для всего Израиля, Отец, пожалуйста, благослови нас, не выбирать дружбу с этим миром. Боже, чтобы мы не становились врагами Тебе, Господь, но чтобы мы, Боже, святые, изо дня в день, от веры в веру, Боже, познавали Тебя все больше. Отец наш Небесный, мы нуждаемся в этом. Мы нуждаемся в том, чтобы знать Твое сердце, Твой характер, потому что Ты сделал нас, Боже, своим народом, не просто для самих себя. Ты предопределил для нас, Боже, участие в исправлении всего мира, Господь. И мы знаем, что это принесет, Боже Святый, много плода для Твоего Царства, и мы хотим быть послушными этому, и мы хотим, чтобы Ты руководил нами и вел нас своим руохом. Господь, благословляем Твое Святое Имя, благословляем Тебя в этот прекрасный Шаббат, и просим, чтобы Господь Святый все ненужное, все ложное Ты отсеял своим Духом. Боже, и чтобы Господь, наша дружба с миром, она прекратилась, Господь. И компромиссы наши с миром, они прекратились, которые ведут за собой только мрак и пустоту. Боже, спасибо, что Ты вывел нас в Свой славный свет, и что Твое улыбающее лицо, оно направлено к нам, Иешуа. И спасибо, что Ты сейчас посреди нас, Иешуа. И мы просим, прикасайся к нашим сердцам, которые мы смиряем перед Тобой, чтобы, Боже, мы, исправляя самих себя, исправляли этот мир и несли Твой свет, и несли Твое царство и Твои заповеди, Господь. Во славу Тебе, Иешуа, Машех. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok